Всем привет, с вами как обычная Виктор, я вновь играю в Готику 2 Возвращение Ребаланс. В этом эпизоде я продолжу заниматься с глазом Инноса, но если быть точнее, я начну подготовку к его восстановлению. В конце предыдущего эпизода, Пирокар мне посоветовал с этой задачей обратиться к Ватросу, он должен мне помочь и подсказать, что делать дальше. Однако прежде чем я к нему отправлюсь, я хотел бы немножко потревожить нескольких послушников, хотя магия огня очень и очень сильно просили не делать этого. И первой, кого я потревожу, это будет Бобо, у него мы сможем получить один небольшой квестик. Я хочу жаловаться. Да ладно, мне-то ты можешь сказать. А ты правда не скажешь магам? Я похож на того, кто сразу бежит докладывать? Ну, хорошо. У меня проблемы с одним из послушников. Он шантажирует меня. Давай, выкладывай. И Горац, так зовут этого послушника, нашел мои личные записи. Он угрожает передать их магам, если я не буду делать то, что он говорит. Может быть, я могу помочь тебе? Ты сделаешь это. Ну, возможно, это зависит от... Конечно же, я заплачу тебе за это. Сколько? Ну, у меня не так много денег, но я мог бы дать тебе свиток с заклинанием. У меня есть лечебное заклинание. Я посмотрю, что можно сделать. Правда? Я знаю, у тебя получится. Я верю. Тебе нужно только выяснить, где Игорац держит свои вещи. Затем ты выкрадешь их у него, и все будет в порядке. Расслабься, продолжай работать. А я позабочусь об остальном. Ну что ж, вот такую вот небольшую проблемку мне сейчас как раз таки придется решить. Итак, для начала нам нужно будет найти Игораца. А где он находится? Может быть, он находится где-то здесь? А, кстати говоря, вот и он. Давайте с ним поговорим. Эй! Что я могу сделать для тебя? Нам нужно поговорить о Бобо. Да? В чем дело? У тебя есть кое-что, принадлежащее Бобо. И что бы это могло быть? Несколько листков бумаги. Бобо хотел бы получить их назад. Да? Надо же! Могу представить. Вынужден огорчить? Я предпочел бы оставить их у себя. Похоже, тут налицо противоречия интересов. Где эти бумаги? Ну, конечно же, я не держу их при себе. Боюсь, ничем не могу помочь. Где они? Я запер их в сундуке. А ключ от него тебе никогда не получить. Что Бобо должен делать для тебя? Если бы я знал, что этот слезняк наложить в штаны из-за нескольких кустов болотной травы, я бы давно позаботился, чтобы кто-нибудь другой занял его место в монастырском саду. Он должен выращивать болотную траву? Конечно. Так как она больше не поступает из-за барьера, цена на травку в городе выросла втрое. Мы могли бы хорошо заработать на этом. Но Бобо отказывается сотрудничать. Сколько ты хочешь за эти бумаги? Хе-хе-хе-хе. Эээ, вообще-то говоря, они практически бесценны. Очень редко можно встретить что-нибудь подобное. Но у меня нет желания рисковать своим будущим из-за нескольких золотых. Триста монет. И ты можешь делать с этими бумагами всё, что захочешь. Ну что ж, как поступить в данной ситуации, решать только вам. Можно, конечно, попробовать выкрасть этот ключ, ну а можно купить эти бумаги за вот такую вот сумму в 300 золотых монет. Я думаю, что воспользуюсь вот этим вот способом, потому что мне платить как-то не очень хочется. И давайте попробуем украсть у него этот ключ. Я думаю, что с таким количеством ловкости я смогу сделать это без особых проблем. Ну да, как, в принципе, и получилось. Ключ у нас. Мы знаем, что эти вещицы игра сохранит в сундуке. Так, ну и теперь нам нужно найти его сундук. Скорее всего, он находится где-то вот в какой-то из этих комнат послушников. Давайте как-нибудь аккуратненько здесь попробуем зайти. Так, нас вроде как никто не видит. Давайте вот так вот аккуратненько зайдём. Так, нас вроде пока что никто не запалил. У нас всё получилось. Ну и давайте теперь, собственно говоря, искать с сундук играться. Так, это похоже не его сундук, потому что его сундук, он у нас сразу подписан. Так, значит, нам нужно... Так, значит, нам нужно куда-то, наверное, вот сюда вот. Давайте мы сейчас поступим таким же в точности способом. Так, вроде как у нас всё получается нормально. О, смотрите-ка, сундук играться. Давайте мы попробуем... Убей свои грязные руки. Ну да, попробуем. Попробовать попробовали, а вот проблем теперь, чувствую, у нас будет очень много. Так, и... Мне что-то будет за это или нет? Я что-то понять не могу. Воровство! Нарушение законов монастыря! Эти прегрешения должны быть наказаны! Таков закон и носа! Ты должен заплатить штраф монастырю! Сколько? Пятьсот золотых монет! Так, что-то, дорогой, мне кажется. У меня недостаточно золота! Тебе стоило подумать об этом до того, как греши! Слушайте, а что, если нам воспользоваться, допустим, вот таким вот способом? Что будет, если я сейчас, допустим, использую на нём свиток забвения? У меня наверняка есть такие свитки. Да, смотрите, да причём даже в таком достаточно большом количестве. Так, давайте мы сейчас их экипируем. Так, и, значит, кто нас запалил? Вот этот вот маг, да? Давайте используем этот свиток на нём. Хм, интересно, сработало, нет? Эй! Ты нарушил законы нашей общины. Твоя ситуация изменилась. Никто не может засвидетельствовать, что ты воровал. Никто больше не может засвидетельствовать, что ты принимал участие в драке. Все обвинения против тебя не находят подтверждения. Возможно, тебе удастся провести меня, но Инош всё видит. Твои грехи забыты. И постарайся, чтобы мы больше не возвращались к этому разговору. Ну что ж, это ещё просто замечательно. Нужно будет этими свитками пользоваться немножко почаще. Так, ну теперь давайте вернёмся к Бобой и отдадим ему его вот эти вот записки. Я нашёл твои записки. Правда? Спасибо. Ты спас меня. Я даже не знаю, как благодарить тебя. Да-да, просто успокойся. Это действительно мои? Ты уверен? Покажи мне. Вот, держи. Да, всё на месте. Ты читал их? Это имеет какое-то значение? Нет, когда они у меня в руках. Теперь я надеюсь, что смогу опять спать спокойно. Так, ну что ж, мы получили свиток с лечебным заклинанием. В принципе, он мне не нужен, но ладно. Главное опыт и выполненное задание. И ещё один послушник, которого я потревожу, это у нас Ополос. Поговорив с ним, мы сможем получить ещё немножко опыта. Как твои овцы? А как ты думаешь? Они стоят вокруг и зуют траву. Хотел бы я знать, что происходит снаружи. Магия, похоже, очень нервничают. Как говорится в Писании. Неизвестные в чёрных рясах стоят на каждом перекрёстке. Что ты имеешь в виду? Какие всё неизвестные? Никто не знает, откуда они взялись. Они носят длинные чёрные рясы и скрывают свои лица. Похоже, это какие-то магии. По крайней мере, они владеют магией. Это всё очень тревожно. Но я уверен, что высший совет рисит эту проблему. В долине рудников появились драконы. Вместе с армией орков они осаждают королевские войска. Драконы. Я всегда думал, что они существуют только в детских сказках. Они здесь, поверь мне. Но королевские паладины разберутся с ними. Разве нет? Посмотрим. Так, больше мы с ним ни о чём поговорить не сможем. Отлично, 600 халявного опыта. Тоже, в принципе, неплохо. Но сейчас мы давайте телепортируемся в город и направимся к Ватросу. Однако, прежде чем я к нему отправлюсь... Да нет, я отправлюсь, в принципе, прямо сейчас. Однако, прежде чем я до него найду, я бы хотел с вами поговорить немножко совершенно о другом, никак не связанном с Готикой. В общем, в связи с выходом Windows 10, наверняка всех очень мучает вопрос в плане того, будет ли Готика 2 корректно работать на Windows 10, будут ли с ней какие-то проблемы, или же всё будет работать гладко и так, как надо. В общем-то, я являюсь как раз-таки обладателем 10 Windows 10, и, как видите, вторая Готика работает идеально, без каких-либо проблем. Так что, если кто не решается себе поставить Windows 10, чисто из-за того, что думает, что с Готикой могут возникнуть какие-либо проблемы, то, как видите, проблем нету, можете спокойно переустанавливаться. Так, ну, а тем временем я, пожалуй, поговорю с Ватросом. Так, и давайте расскажем ему о том, что глаз Иноса повреждён. Меня прислал Пирокар. Глаз Иноса повреждён. Я знаю. Я уже узнал об этом от одного очень огорчённого послушника. Ищущие использовали круг солнца магов огня, чтобы уничтожить глаз. Я бы назвал это вынужденным шагом врага. Что теперь будет с глазом? Мы должны восстановить его. Но это, боюсь, будет непростой задачей. Оправо разбито на две части. Искусный кузнец должен быть способен починить её. Но проблема не в этом. Меня больше волнует драгоценный камень. Он тускл и безжизненен. Враг, похоже, хорошо знал, как ослабить его. Как можно восстановить силу камня? Я вижу только один способ. Союз трёх правящих божеств должен дать желаемый эффект. Хорошо подготовленный ритуал обращения в месте уничтожения камня вернёт ему его огонь. Однако проблема состоит в том, что ты должен привести в это место земных представителей каждого из этих троих богов. Кроме того, для этого ритуала необходимо много болотной травы. Я думаю, необходимо не менее трёх растений. Где мне найти болотную траву? Я слышал о старой шаманке Сагите, живущей в лесу. Предположительно, она продаёт такие травы. Но также ты можешь попытать счастье в местной гавани. Кто может быть этими тремя земными представителями богов? Я буду представлять бога Аданаса лично. Пирокар, высший маг огня, был бы подходящей кандидатурой на представителя бога Инноса. Но для Беляра мне не приходит в голову подходящий кандидат. Это должен быть кто-то, кто владеет чёрной магией. Чёрной магией? А что насчёт Ксардоса? Точно, это может сработать. Но я задаю себе вопрос. Как ты приведёшь нас троих в одно место? Представляю выражение лица Пирокара, когда он услышит, что должен работать рука об руку с Ксардосом. Где мне найти кузнеца, способного починить оправу глаза? Поспрашивай вокруг о том, кто может ремонтировать драгоценности. Я должен идти. Я тоже должен отправляться в путь, чтобы подготовить церемонию в круге солнца. Пошли к Сардоса и Пирокара туда. И не забудь принести болотную траву. Я полагаюсь на тебя. Послушайте меня, люди. Я нужен в другом месте. Это не займёт много времени. А когда я вернусь, я расскажу вам окончание этой истории. Да пребудет с вами Аданас. Ну что ж, подведём итоги. Что в итоге нам нужно будет сделать для того, чтобы восстановить глаз Инноса? Во-первых, нам нужно будет найти кузнеца, который специализируется на ювелирных изделиях. Во-вторых, мне нужно будет привести к кругу солнца Ксардоса и Пирокара. Ну и в-третьих, мне нужно будет достать немножко болотной травы. Болотная трава, я думаю, что у меня уже есть. Причём даже в куда большем количестве, чем не надо. Так, ну а вот проблему с кузнецом мы постараемся прямо сейчас решить. Так, давайте поговорим с Горадом и спросим, сможет ли он отремонтировать нам глаз Инноса. Ты можешь чинить драгоценности? Я оружейник, а не ювелир. Пожалуй, здесь в городе ты не найдёшь никого, кто мог бы помочь тебе. Сейчас мало у кого водятся деньги. И давно уже никому не удавалось разбогатеть здесь. Большинство рады хотя бы тому, что им хватает на хлеб. Где мне найти ювелира? Я слышал, что у наёмников на ферме Анара есть хороший кузнец. Может, тебе стоит поспрашивать там? А ведь действительно, давайте мы сейчас тогда прямо туда и отправимся. У меня есть камень телепортации. Давайте мы его сейчас по-быстренькому экипируем и прямо туда отправимся. Мы, кстати говоря, Беннета уже спасли. Это означает то, что ничего нам не мешает сейчас с ним поговорить и в итоге узнать, сможет ли он нам починить этот глаз Инноса или нет. Так, но Беннет, как видим, как обычно работает в кузнице. Так, ну и давайте поговорим с ним насчёт этого. Ты можешь взглянуть на этот амулет? Конечно, давай посмотрим. Хм, превосходная работа. Оправо сломано. Но, думаю, я смогу починить её, впрочем. Сколько это займёт времени? Если ты оставишь его мне, к завтрашнему утру он будет как новенький. И я даже не возьму с тебя денег за эту работу. Ведь это ты вытащил меня из тюрьмы. Если всё будет подготовлено... Если всё будет подготовлено... Вот амулет. Пожалуйста, почини его. Хорошо. Я закончу работу в завтрашнему утру. Заходи завтра и заберёшь его. Ну что ж, отлично. Как видите, всё получилось. И теперь нам нужно будет только пропустить этот день. Давайте мы сейчас тогда где-нибудь поспим. Например, думаю, никто не будет против, если я займу вот эту вот кровать. И посплю до завтрашнего утра. Так, всё, отлично. Ну а теперь давайте пойдём забирать амулет. Я думаю, что Беннет уже закончил свою работу и сможет нам его вернуть. Так, ну что ж, отлично. И теперь нам осталось решить самую последнюю проблему. Нам нужно будет привести к Кругу Солнца, к Сардаса и Пиракара. Давайте мы сейчас тогда телепортируемся назад в монастырь для того, чтобы поговорить с Пиракаром. Ну а после мы отправимся тогда с этой же задачей и к Сардасу. Так, ну что ж, вот мы уже в монастыре. Тут, как я понимаю, всё как всегда спокойно, тихо. В отличие от того, что сейчас творится за пределами монастыря. Так, ну и давайте мы сейчас тогда поговорим с Пиракаром. Ну как видите, как всегда, какие-то очередные проблемы. Ну что ж, давайте мы сейчас тогда отправимся пожилой к Сардасу. Возможно, он предоставит нам действительно что-то, что поможет убедить Пиракара. Так, давайте мы сейчас тогда поднимемся наверх этой башни. Так, и где у нас здесь Ксардас? А, ну он как обычно здесь, на своём месте. Глаз Иноса был уничтожен. Что ты говоришь? Уничтожен? Я нашёл его в северных лесах. К сожалению, мне удалось найти только фрагменты. Это был наш единственный шанс противостоять этим драконам. И мы провалили его. И что теперь? Это болезненный удар. Мы должны перестроиться. Я должен уединиться и всё взвесить. А тем временем, ты отправляйся в город и поговори с Ватросом, магом воды. Возможно, он знает, что нужно делать. Так, ну Ватрос меня послал уже к тебе. Ватрос отправил меня к тебе. Хорошо. Что он сказал? Он сказал что-то о ритуале обращения в Круге Солнца. Ха-ха-ха-ха. Вот старый дьявол. Думаю, я знаю, что он затеял. Ты пришёл, чтобы призвать меня к нему? Похоже на то. Когда ты отправляешься? Не стоит заставлять Ватроса ждать. Я отправляюсь немедленно. А ты должен выполнить свою задачу. А затем присоединиться ко мне опять. Подожди минутку. Так, ну-ка, а что насчёт пирокара? Так, что насчёт пирокара? Что-то я не вижу никакого диалога. Этот ритуал обращения сработает? Я не совсем уверен. Это зависит от того, что именно собирается сделать Ватрос. Так, ну нет, это всё не то. Хм, очень странно. Возможно, я сейчас что-то где-то пропускаю. Но я никак не вижу. Ничего, что могло бы быть как-то связано с пирокаром. Ну что ж, я выяснил причину, по которой вот эта вот строчка у нас просто не появилась. На самом деле это случилось из-за того, что я просто не договорил с пирокаром. В общем, всё, что он сказал, так это то, что он хочет получить доказательства. То, что к Сардосу можно доверять. И после того, как он получит доказательства, он также пойдёт в круг солнца и поможет с восстановлением глаза Инноса. Пирокар отказывается принять участие в ритуале. Сначала он хочет получить доказательства того, что он может доверять тебе. А, неужели? Пирокар. Как интересно. Этот старый чудак становится совершенно невыносимым. Но я думаю, у меня есть кое-что, что поможет тебе. Когда я покидал Орден Магов Огня, я взял с собой из монастыря несколько вещей. Я не хотел, чтобы Паладины или Маги Огня перевернули всё в моей башне вверх дном и нашли эти вещи. Поэтому я спрятал их в надёжном месте, где магам никогда не придёт в голову искать их. И где же? Некоторые из них лежат в запертом сундуке на ферме Секоба. Ты доверяешь этому Секобу? Нет, но его можно купить, и он не будет задавать глупых вопросов. К тому же этот сундук заперт. Вот ключ. Там, среди прочего, есть очень старая книга. Когда Пирокар увидит эту книгу, он поймёт, что она от меня. Она больше не нужна мне. Поэтому пусть она послужит хоть такой цели. Ну что ж, давайте мы сейчас тогда снова перенесёмся на ферму Анара. Добежим до Секоба и постараемся найти эту самую книжку. Не знаю, что там такого особенного в этой книжке. Но, как сказал Ксардас, она может помочь нам в этом деле. И нужно, конечно же, попробовать принести эту книжку Пирокару. Ну а пока вот я тут переигрывал всё за кадром, пока я пытался выяснить причину, по которой, собственно говоря, у меня не получалось поговорить с Ксардасом. И, в общем-то, игра у меня один раз вылетела. Это обозначает то, что вылеты у нас никуда не пропали. То есть, сохраняться нужно по-прежнему как можно чаще. Это само собой. Ну я догадываюсь, что они там ищут. И, скорее всего, они ищут какие-то вещи Ксардаса. А может быть, саму эту книгу. Ну что ж, давайте начнём тогда. И давайте мы сейчас тогда здесь, пожалуй, сохранимся. Так, значит, пока что я никого не вижу. А вот теперь-то я вижу. Вот теперь-то я вижу того, кого они искали. Так, давайте мы сейчас попробуем расправиться с этими ищущими. Так, ух, ё-моё, это ещё что такое? Это ты ещё призвал какого-то скелета? Вот это поворот. Интересно, он как сильный, не сильный, слабый? Ой, чёрт возьми, этот скелет начинает здесь беспределить. И, честно сказать, это мне очень и очень не нравится. Вот это поворот. Конечно, такого я никак не ожидал. Так. Да, чувствую, этот бой будет достаточно сложным. Слушайте, может мне просто переиграть и попробовать как-то поступить немножко по-другому? Ну, а то так получается, что на меня сагрились все ищущие, за мной гонится какой-то непонятный скелет. Я от них вынужден попросту убегать. Это мне, конечно, никак не нравится. Давайте мы сейчас придумаем что-нибудь немножко другое и более эффективное. Так. Так, ну, значит, я так понимаю, что этих странных скелетов у нас вызывает не этот ищущий, а другой, который стоит за ним. Давайте мы сейчас попробуем сначала разделаться вот с этим ищущим. А после будем тогда уже пробовать и убивать остальных. Так, сколько их там еще? Один. Два. Так. Ну вот, 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 вот началось. Значит, он призвал скелета. А но скелет по какой-то причине, как мы видим, остался там и... Как мы видим, этот ищущий перешел в режим кулачного боя. Блин, ну реально с этими ищущими какие-то... Такие небольшие глюки все-таки есть. Как я понимаю, переходит в такой режим они только тогда, когда вызывают этих странных скелетов. И мне что-то непонятно. Каков шанс того, что они вызовут этого скелета? Каков шанс того, что... Они перейдут вот этот вот режим? Или они переходят гарантированно? Ой, как-то тут все странно и непонятно. Смотрите, сейчас он вообще идет как-то медленно. Вот, и пойми, в чем дело. Ну ладно, тем не менее, давайте мы разберемся с ними. Как видите, они и в ближнем бою неплохо так наскоцают. Давайте, тот пускай пока стоит возле дерева, раз он... У нас решил идти прямо напролом, сквозь дерево. Видимо, магии прохода через предметы он не обладает. Так. Давайте еще пару стрел, а после будем пытаться разбираться с этими скелетами. Я так понимаю, скелетов теперь два, и все они находятся в доме. Вот, осталось только понять, насколько сложно нам будет расправляться с этими скелетами. Самое главное, чтобы эти скелеты не вышли из-под контроля и не напали, собственно говоря, на фермеров. Это самое главное. Ладно, овцы, как произошло в том разу, но на фермеров, конечно, если они нападут, это будет не очень-то хорошо. Ага. Скелет там. По-моему, только я вижу одного. И еще один ищущий. Так, он меня не видит, и... Поэтому сейчас давайте я немножко подлечусь, а также восстановлю всю свою ману. Упс. Кажется, он меня заметил. Как-то немножко странно заметил, слушайте. Стоял на месте, ничего не делал. Ну ладно. Так, надеюсь, он... Так, ага, он закрылся на меня, отлично. А, ну убивается, в принципе, он, как видите, медленно, но тем не менее, я не сказал бы, что прям нереально его убить. Убивается достаточно сложно, но в то же время, если вот мы будем действовать согласно вот этой вот тактике, то есть выстрелил, отбежал, то думаю, что у нас все получится. Так, в этот лес я пока что не пойду, потому что там у нас, скорее всего, остались скелеты, которых я, по-моему, еще не успел зачистить. Опа, прибавка плюс один к мане. Ну что ж, весьма неплохо. Так, ну, интересного ничего собрать мы с них не можем. Так, ну я так понимаю, теперь мне осталось сразить последнего ищущего. Я же прав. А, ну, видимо, не только ищущего, видимо, еще и скелета, который сейчас прямо бежит на меня. Так, давайте мы сейчас разделаемся сначала, наверное, все-таки с ищущим, чтобы он не вызывал каких-либо дополнительных проблем. А после мы забьем и скелета. Так, ну все, отлично. С ищущим покончено. Ну и теперь нам осталось расправиться с последним скелетом. И я так понимаю, что, скорее всего, не со всех ищущих эти скелеты все-таки у нас появляются. Скорее всего, они появляются только с определенных там, где вот именно это и задумано. Например, вот здесь вот. Для того, чтобы немножко добавить хардкора. Так, и где он? Где этот чертов скелет, а? А, вот он. А, это у нас зомби, смотрите. Я думал, это скелет. Просто обычно зомби, он как-то без оружия ходит. А тут прям с мечом, с каким-то проклятым. Так, ну давайте. Убьем сейчас этого зомбака. Ну-ка, так мы... Ох, ёооо. А дамажить-то он неплохо по нам. В ближнем бою очень неплохо. Поэтому все-таки будем придерживаться, наверное, вот этой вот тактики. Выстрелил, отбежал, снова выстрелил. Так, ну... Ох, ёооо. Так, ну я думаю, я верю, что у нас все получится. Нам осталось всего лишь последнее попадание. И... Все, отлично. Что ж, дело сделано. Наконец-то мы освободили дом Сыкоба. И давайте, тогда мы сейчас, пожалуй... Ну, во-первых, обыщем сундук. Найдем там книжку. Лучше всего, я думаю, это делать до того, как Сыкоб вернется в дом. Потому что потом, мало ли, какие проблемы могут возникнуть у нас. Потому что, как-никак, влезем в чужие сундуки. Что он нам скажет на этот счет? Непонятно. Поэтому лучше сделать это, наверное, сейчас. Итак, вот он. Вот он этот сундук. И здесь у нас находится, ну, в принципе, всякий хлам. Из интересного только вот это вот кольцо на прибавку плюс 5 к мане. Хотя тоже, в принципе, хлам. А руна вызова скелета гоблина. Ну... Мелочь. Ну... Может быть, приятная. Так, и какая-то книжка зала Иртората. Видимо, вот эта вот книжка. И потребуется. Иракара. Так, давайте мы посмотрим, сможем ли мы ее почитать и получить за нее интеллект. Книга запечатана какой-то магической печатью. Интеллект за ее прочтение мы, к сожалению, как я понимаю, не получаем. О, ну ладно. Отдадим тогда ее Иракару. Я думаю, что ему лучше знать, куда ее девать. Так. Ну, а теперь давайте скажем, что дом Сукоба пуст. Твой дом пуст. Людей в черных рясах больше нет. Прими мою благодарность, Некромант. Никогда не думал, что слуги Белера способны творить добро. Не так быстро, мой друг. Меня интересует только одно. Что эти люди в черных рясах делали в твоем доме? Я сам не понимаю, о, великий маг. Возможно, они... Что? Прошу извините меня. Несколько лет назад я поклялся никогда не говорить об этом и не собираюсь нарушать свою клятву. Все, что я могу сделать, это дать тебе немного золота и просить тебя пощадить меня. Тогда давай его сюда. Я тороплюсь. Вот. Так, ну что ж, это золото будет для меня как раз кстати. Ну все, к Сардасам мы в итоге отправили к кругу солнца. А теперь давайте мы, пожалуй, телепортируемся снова назад в монастырь и отправим туда Пиракара. Думаю, что теперь-то он наконец-то все-таки отправится. Я принес эту книгу от Ксардаса. Это знак его доверия. Покажи. Но это невероятно. Ты имеешь хоть малейшее представление о том, что ты только что дал мне? Ээээ... нет. Это древний, давно потерянный том из давно прошедших дней. Мы все думали, что он утерян навсегда. И теперь я узнаю, что Ксардас все это время знал, что стало с ним. Так ты будешь присутствовать на ритуале? Да. Я отправляюсь в круг солнца. Но, конечно, не потому, что я убедился в добрых намерениях Ксардаса. На самом деле, я собираюсь заставить этого Шахала объяснить, где он прятал эту книгу столько долгих лет. На этот раз он определенно зашел слишком далеко. Увидимся в круге солнца. Ну что ж, отлично. Нам удалось все-таки отправить туда Пиракара. Ну и в принципе, теперь все готово для проведения ритуала. Ну а самим ритуалом, я думаю, мы займемся, наверное, уже в следующем эпизоде. Но если вам понравилось данное видео, то не забудьте поставить лайк, а также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые и интересные видеоролики. До встречи в следующем эпизоде. Продолжение следует... Продолжение следует...